Теперь, зная разницу между примитивными и ссылочными типами, давайте разберемся с каждым примитивным типом более подробно. Первым рассмотрим самый простой — логический тип boolean. Переменные данного типа могут содержать одно из двух значений — true или false. Результат сравнения значений любых типов имеет boolean. Кстати, всего в Java 6 операторов сравнения, и я их сейчас все перечислю. Это меньше, меньше либо равно, больше, больше либо равно, проверка равенства, проверка неравенства. boolean не конвертируется в другие примитивные типы, и обратное также верно. Поэтому попытка это сделать приведет к ошибке компиляции. В Java поддерживается четыре boolean операции. Это отрицание, и, оно же конъюнкция, или, оно же дизюнкция, и исключающее или. Конъюнкция и дизюнкция реализуют вычисления по сокращенной схеме. Это означает, что правый оперант вычисляется только в том случае, когда он действительно нужен. Например, если у оператора конъюнкции левый оперант false, то значение всего выражения, вне зависимости от правой части, будет false, и можно дальше ничего не вычислять. В редких случаях логика программы требует, чтобы правая часть вычислялась, несмотря ни на что. Для этого есть специальные варианты операторов конъюнкции и дизюнкции, реализующие вычисления по полной схеме. Когда мы говорим о выражениях, состоящих только из переменных, то никакой разницы между использованием полной или сокращенной схемы вы не заметите. Но в более сложных выражениях, например, содержащих вызовы методов, эта разница будет важна. Поддерживается сокращенный вариант записи для случаев, когда мы применяем к переменной какой-то оператор и записываем результат обратно в эту же переменную. Обратите внимание, что для конъюнкции и дизюнкции здесь используется полная схема вычислений.